Что, рачишка, ютуб платить перестал, да? Кэп, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь, статку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Оу май, работа подождет. Оу май, работа подождет. Тебе как поедет, да, хобка, представляет. Возрождение штурмовика. Или насколько прекрасно М4А1 Custom. Скажи честно, братишка, ты правда веришь, что эта пушка все изменит? Я тебе скажу больше, как она уже все изменила. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, капитан очевидность, М4А1 Custom. Новая штурмовая винтовка, которая изменит многое. Винтовка, которая поднимет класс штурмовик с колен. Наконец-то, наконец-то, после всех этих унижений, всех этих неплохих, конечно. К сожалению, нашу команду убили. АК-12, АК-15, Хова и всего прочего. Наконец-то появилась винтовка, которая вновь сделает штурмовика универсальным и топовым классом. Именно так, деточка, да? Так, братишка пошел на разведку. Надеюсь, что не будет. Надо ставить бомбу. Бомбу ставить нельзя, нас слишком мало. Мы не сможем нормальное поставить, нормальное обронять. Блин, я один остался, ладно. Ладно, без паники. Выход я всегда. Готов, голубчик. Даблкилл, неосмотрительный. И тут... Парафин активирован. Да. Как мы видим, при всей крутости новой эмки от снайпера она не спасает. Теп, от снайпера в этой игре не спасает ничто, кроме Титана и Седа. Но их запретили. Чтобы снайперы не ныли. Ну, конечно, это же варфейс. Снайпер здесь, это как бы святая корова. Обижать ее нельзя. Ну, ладно. Это не разговор для этого видео. Это не его тема. Ты смотри-ка, какой хитрожопый бомбер тут засел. А ну-ка, давай. Опаньки. Отлично. Тихо, 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 не-не-не. А вот и снайпер отлетел. Все-таки шансы есть. Прелесть новой эмки том, что она перет в тело как беретта, а в голову как Тайп-97 в свое время. Практически идеальная пушка. Хэтшот, бэйби. Югят оум, деточка, да? Отлично. Спочина, мрачина. Благодарю, Днарина. Пушка практически идеальная. Пушка, у которой нет отдачи. С родным прицелом вот этим. Единственный, кстати, недостаток этой пушки и этого прицела, это то, что здесь затемненная линза. Я надеюсь, это исправит. По-моему, это какое-то недоразумение. По-моему, мнение. Такого быть не должно. Хотя сказать, что прям очень сильно мешает, я бы не сказал. Но в некоторых моментах, в некоторых ситуациях может сыграть злую шутку, прямо скажем. Так что жду, когда это исправят. Очень и очень жду, дорогие разработчики. Очень жду. Рачишка, не спорь. Крысить это где-то у тебя в подкорке. Не крысить, а играть тактически. Готов, голубчик. Кстати, давай-ка. Нам нужна маскировка. Глушитель тут тоже хорош. Фишка в том, что есть два типа игроков. Одни полагаются на свои рефлексы, а вторые только на какие-то стратегические действия. И те, и другие неправы. И сочно. И прочно. Использовать надо все. И тактику, и спинно-мозговые навыки. Именно так. Неужели эта пушка способна подягаться с АМБ и Гранд Пауэром? Самое интересное, что у новой М4А1, которая у нас в руках, Time to kill в тело почти такой же, как у АМБ. То есть она пилит в тело примерно как топовый пистолет-пулемет. Поэтому можно перестреливаться с инженерами даже в тело. Представьте себе. И многие скажут, что нет, это неправильно. Это, ребята, правильно. Сегодня такой варфейс. Сегодня такие правила. Сегодня штурмовик должен иметь практически пистолет-пулемет в руках. Чтобы противостоять инженеру. И чтобы чувствовать себя уверенно против медика и снайпера. Именно так. И никак иначе. Мы этого парнягу, который здесь, сейчас вот так вот. Вот. Отлично. Мы его закрыли огнем, и наш союзник его прикончил. Хитро. И с другой стороны, элементарно просто. Главное, опять же, полагаться не только на рефлексы, но думать головой. Вроде никого. А если на мусоре никого? Это либо колонны, либо, конечно же, единица. И я думаю, что, скорее всего, противник где-то именно там. Где-то здесь. На единице. Но, опять же, наш медик вроде не показывает, что кто-то есть. Ага, вон оно как-то. Хитро зашли. Потихонечку. Почти невидимо. Да ладно, нифига себе, они уже на нашем верху. Это нагибом пахнет. Ладно. Будем действовать, опять же, с умом. Максимально аккуратно. И чего ты ждешь? Жду. Удобного момента. Вот он. Хедшот, детка. А ну-ка, второй. Ага. Он ранен. Я думаю, он пойдет на «вы». Выбора у него нет. Готов. Все великолепно. Пушка точно не подводит. Странно, опять никого не слышно. Неужели они опять пошли один? Нет, и смотри-ка. А, да, это один с верхом. Отлично. Головы с нее летят просто супер. Я говорю, пушка просто универсальная. В тело не вопрос. В голову не вопрос. Отдачи нет. Хедшот. Зато нагиб имеется. Мда. Так, тихо. Хедшот. Есть. Трихо что-то подряд. Неужели ты пока не попадал в такую ситуацию, чтобы эта пушка тебя подвела? Теп, она не может подвести. Я говорю, единственный ее недостаток, это то, что у нее линза темноватая у родного прицела. Это единственный ее недостаток. Я надеюсь, что это поправят. Ну, есть, конечно, еще один недостаток. Эта пушка только за донат. Впрочем, это же Warface, ребята. Чему удивляться? Тут я вообще совершенно не удивляюсь. Я очень надеюсь, что разработчики хотя бы со временем добавят ее в карточки. Чтобы можно было ее получить, соответственно, бесплатным образом. И чтобы эти карточки хорошо падали. И не только за первую лигу РМ. Вот тогда будет здорово. Тогда вообще можно будет их похвалить. Ну, в конце концов, должен же быть в истории хоть один случай, когда их можно похвалить. Возможно, он наступит. Ну, что ж, сейчас проверим, подведет тебя пушка или нет. Ох, Хэп, пушка точно не подведет. Лишь бы я не подвел. У меня это тоже хорошо получается порой, вы же знаете. Так, ага. Ну, давай. Смотри-ка, они аккуратно двигаются. Накапливают силы. Так, ну, гаража я вроде отсюда не слышу. Значит, они все-таки пойдут через колонны. Либо через респу. Давай, давай. Ага. Ага. Вот он. Один где-то здесь будет. Есть, мой хороший, давай! Да... Блин, этого-то я не заметил, снайпера! Ах, досадно! Подвел Рокутагин. Братиш, док-64. Ну, ты-то не подведи. Ну, пожалуйста, давай! Давай! Красава! Вот так вот. Тактика и командная игра все-таки решают. Хотя и спинно-мозговые навыки, не забывайте, тоже нужны. Ну и, конечно же, нужна хорошая пушка. Ей вполне может стать М4, А1 кастом, 15 фрагов, 9 хэдшотов, где you was owned. Более 7 к одному сыграли. Неплохо так. Понагибали. Что ты сома-то играешь? Что ты без команды играешь? Куда ты идешь-то, я не пойму. На. Кэп, денег не хватает собаку кормить. На донат уходит. Кэп, почему он у тебя такой озабоченный, это первое. И почему говно везде? Как ты собаку держишь? Кэп, ну блин, я же тебе уже говорил, блин. Деньги на донат нужны. Завали... Морфейс! Че хотел? Че? Как оно там? Да как всегда, контент делаем. Красава! ПОДПИШИСЬ!